Всем привет! Кусочек шоколадки взяла. Мужа спорила. Он мне сообщил, что сегодня не приедет. Так. У меня тут остатки роскоши есть. Только я вижу, что от роскоши ничего не осталось. Здесь немного курицы, немного риса, немного капусты. Курицы было больше. Я сейчас гляжу, кусок просто... Муж решил дать моему Чарли. Пипец, это было вчера. Ну ладно, будем доедать то, что есть. Я... Крышка свалилась от микроволновки. Я еду почти никогда не выбрасываю. Не почти, а никогда не выбрасываю. Я не люблю выбрасывать еду. Поэтому всегда все доедаю. Всегда у меня очень много всяких остатков. В этом холодильнике. Так, вы знаете, что я сейчас сделаю? У меня еще есть картошка отваренная. Из этой картошки я сейчас сделаю лепешку. Лепешки, знаете как? Мнешь картошку, добавляешь туда рис. Ой, рис. Господи, сыр тертый. Муку. Лепишь такие лепешки и на сухой сковородке их куришь. Это такая вкусная. Потому что что-то у меня там мало всего. Ой, всего мало. Так что я этим сейчас займусь. Готовится очень быстро. Просто помять картошку, добавить рис, муку. Все это вымесить. И лепешечками такими. Это когда картошка остается, не знаешь с ней что делать. В общем, сейчас я вам все покажу. Я помяла картошечку. Добавляем сюда сыр. Сыра можно не жалеть. Но мы его и не будем жалеть. Так, все это перемешать. А, зелень можно добавить. Я сейчас сюда еще укроп добавлю. Так, перемешиваем. Добавлю сейчас укроп. Я хочу сделать с кукурузной мукой. Добавила одно яичко. И сейчас все это буду вымешивать в однородную такую массу. Слепила вот такую лепешку. И без масла. Ну, немного добавила вот этого. У меня тут немного салатика осталось. И сейчас будем обжаривать с двух сторон. Вот такая должна получиться лепешка. Картошка. Я яйцо еще одно добавила. Потому что не собиралось все в кусок. Вообще обычная мука требуется. Но я вот все на глаз сделала. Ну, чтобы вот так все слепилось и могла лепить лепешки. Сейчас посмотрим. Немножко убрать огонь. Чтобы сыр... Тут, в принципе, все готово. Чтобы сыр просто расплавился. Так что вот такой вот у меня импровизированный рецептик. Вообще с мукой вот такие вкусные. Такой мукой не пробовала ни разу. Не знаю. Наверное, тоже неплохо получится. Есть же кукурузные лепешки, правда? Так что вот так вот. Взял мою курицу от вам. Собаки вот такой. Так вот. Уши надо держать в остру. Такая лепешечка получилась. Пробуем. С обычной мукой вкуснее. Но тоже очень вкусные. Это вот если у вас картошка осталась. Бутиль, и отравы, и еще раз. Производство. Ммм, вкусные. Так что я разогрела себе остатки роскоши. Пошла кушать. Мы опять вышли на Оугольницу погулять. Вы знаете, сегодня мне неохота было никуда идти. Но тем не менее, мы вышли. Вы знаете, как аппетит приходит во время еды. А вообще, я живу по режиму. Правда, у меня вот режим. Я люблю вообще, чтобы у меня было все распланировано. И я знала, что и когда делать. Например, я всегда встаю в одно и то же время. Не смотрела на то, что у меня будильник звенит без 15.9. Я встаю в 8.30. Да даже если бы мне и захотелось подольше поспать, моя собака мне не даст поспать. Потому что он самое большое до 9.00 лежит. Потом он положит по свою морду рядом со мной. И будет пристально смотреть и дышать мне в морду. И стоит лишь открыть мне один глаз. Все, начинаются поцелуи. Мы начинаем целоваться. Наше утро начинается с поцелуев с собакой. Вы бы скажете, наверное, с мужем надо целоваться. Мужа в это время уже нет дома. Так что целоваться приходится с собакой. Потом я иду в туалет. И каждый божий день я взвешиваюсь. Да, мое утро начинается взвешивание. И потом от этого я уже строю свое, скажем так, сладкое меню. Смотря на весы, я уже думаю, есть ли мне всякие конфетки или не есть. И в общем, это логично. Если я поправилась, то никаких конфет, никаких каш. Манных и никаких вкусняшек. Ну, а если не поправилась, то могу себе позволить всякие вкусняшки. В общем, после того, как я похудела, я не хочу набирать опять вес этот, потому что он теряется очень сложно. И стараюсь вот так вот. Хоть я не веду здоровый образ жизни, не питаюсь правильно, но я стараюсь к этому идти. Вообще, я очень люблю пожрать, поэтому как бы всякое там правильное питание, всякие там безжирные, не жареные. В общем, это не то, что не для меня. Для меня это очень скучно. Я хочу жить весело, жить так, как мне нравится, а мне нравится жрать. Так зачем я буду себя, как говорится, терроризировать? Жизнь-то одна. Вот. Но все-таки надо держать себя тоже в тонусе. Но это не об этом. Речь опять. Речь о режиме. После того, как я встала на весы, у меня уже начинаются водные процедуры, потом крашусь, потом завтракаю перед выходом всегда и иду на работу. В воскресенье, если я не иду на работу, то мы идем на пляж. Заниматься спортом, чтобы потом вкусно пожрать. Ой, все пути ведут к пожрать. Сейчас опять скажет кто-нибудь. Вот весь смысл жизни в пожрать. Ну, а что поделаешь, если я люблю это дело? Ем я тоже всегда в одно и то же время. Стараюсь где-то есть в два. Около в двух. Ну, пол второго, пол третьего в этих пределах. Ну, практически всегда в одно и то же время. Очень рано ем по испанским меркам, потому что здесь, вот допустим, едят где-то в три, пол третьего, в четыре. Я нет. Я очень рано стараюсь есть, потому что, естественно, завтракаю я где-то ну, минут двадцать десятого и в это время. Когда возьму перекус на работу, когда не возьму, в общем, хочу есть уже. Ем я всего такой вот, чтобы есть. как еду, ем всего один раз. Ну, не считая завтрак. Ну, видели, что я завтракаю, что я ем. Все, после обеда уже у меня нет каких-то там мяса. вообще не ем после обеда. Но это тоже отдельная тема и речь идет о режиме. Надо очки, наверное, надеть. Одеть. Надевают на кого-то. Вот, о чем мы, о режиме. Так вот. Не охота было сегодня никуда идти, но опять у меня режим. В пять, полшестого я иду с Чарли гулять. Ну, или Чарли со мной. Скорее всего, даже он со мной. Чем я с ним, наши шесть километров, никто от нас не уберет. Вот, у меня есть теперь два маршрута идти вот там и там по-другому. Мы идем сейчас по-другому. Чарли тоже там нравится больше. Вот. Надо время это все совмещать попозже, потому что зимой в пять нормально, а ближе к лету уже можно и в шесть выходить. Ну, вот так как сегодня мне неохота было выходить, я вышла пять минут, пятнадцать минут, фу, двадцать минут шестого. Вот так. Прорежим. Сейчас я приду домой и буду какие-нибудь дела делать. Либо пылесосить, ну, домашние, знаете. Вот. Ну, готовлю когда перед едой, когда на ночь. Вы, наверное, все прекрасно видите, знаете, кто меня давно смотрит. Я почти, ну, постоянно готовлю на ночь. На следующий день. Чтобы прийти, уже все было готово. Ну, или полуготово. У меня даже интернеты всякие, русские фильмы. Вот он. Я в девять выключаю и уже включаю испанские телевидения. Мне оно тоже очень нравится. Разные сериалы испанские. Правда, они начинаются в десять сорок в основном без двадцати и одиннадцать. Собачка какая-то маленькая. Но опять у меня режим, потому что в двенадцать, неважно на то, что закончился, фильм или не закончился, я уже ложусь спать. так как у меня проблемы со сном, не то, что проблемы, мне трудно заснуть. Поэтому я стараюсь ложиться в двенадцать, но это еще не значит, что в двенадцать я усну. Я могу уснуть и в два, и в три, и в час. Могу в пятнадцать минут в двенадцать. Поэтому стараюсь всегда ложиться в одно и то же время, то есть в двенадцать. Вот такой вот у меня режим. Кстати, в двенадцать у меня ложатся все. Потому что чтобы меня потом не будить, если я вдруг усну. У всех в двенадцать режим, все спать. Потому что если я усну, меня разбудит, то это пипец, я еще два часа потрачу для того, чтобы уснуть. Вот такой вот у меня режим. А вы напишите, вы по режиму живете или нет? Вообще, как? Я помню, вот в России ела, когда мне захотелось, промыть сковородки. Не знаю, завтрак вообще у меня не существовал в моем. Ну, я, конечно, в России была молодая, красивая. Там было по барабану, наверное. Хотя нет, я всю жизнь сижу на диетах и поэтому все время, всю жизнь слежу за своим питанием. Я толстею даже от одной мысли о гамбургере. Знаете? Некоторые будут смеяться, но это действительно так. поэтому всю жизнь какие-то... В общем, всю жизнь я на этих дурацких диетах что бы поесть. Но это отдельная тема. Вот такой вот у меня режим. Рука устает, а в этой руке Чарли и камера трясется. Иногда мне кажется, что это какой-то день сурка. Потому что все одно и то же каждый день. А с другой стороны, мне некомфортно выходить из этого режима. Мне комфортнее знать, что я когда и во сколько делаю. То же самое касается, допустим, каких-то планов. Я строю себе планы какие-то, да, и стремлюсь к ней. Не знаю, мне так легче. Когда у меня что-то не получается как-то, но жизненная ситуация приводит к тому, что планы нужно менять, мне как бы не очень это нравится. Ну, ничего. Пожелаем. Так что вот такие вот у нас режимы. А сейчас по режиму у нас прогулочка. Смотрите, время уже шестой час, а солнце еще довольно-таки высоко. Я, кстати, сегодня не в пижаме. Решила одеть, как это называется, это, господи, олимпийка или футболка? Нет, футболка это не футболка. В общем, такую кофту от неспортивного костюма. А вообще, я спортивный костюм сегодня. Ну, говорю, отоблено вчера вышла и вся запарилась, спина вся сырая, не могу расстегнуться, потому что у меня там в пижаме внутри. Штаны-то не пижамные, там. Сегодня у меня же она дома. Я же стараюсь быстро идти, поэтому вся в мыле. Это я сейчас расслабленная и тут с вами разговариваю. Значит, так, отдышка будет. Ну, а так мы почесали. Вот сюда сейчас заверну, там машин мало. Иногда родственников встречаю, они тоже здесь ходят. Почему говорю, они, потому что их несколько здесь ходит. Я его отпускаю здесь, и он идет сам себе. Среди черемой и огородов. Там уже у нас Алькампу. Погода замечательная, вообще суперская, но дома прохладно вообще. Что-то не нагревается, я не знаю, почему. Прям задубало, у меня ноги не могли согреться никак. Зато сейчас горят. Вот такие вот у меня режимные дела. В общем, я решила на завтра приготовить подливку, что ли ее назвать, для макарон. Здесь обжариваю на оливковом масле лук, морковка, вот так сусоломкой порезала, и перчик зеленый. Сейчас все обжарю немного и добавлю кабачок. Кабачок он у меня, он быстро, как сказать, он новый, не новый, как он, сказать, не новый, а как это, не новый, но и не старый. Блин, да какой же он, не свежий, а молодой, молодой. То есть он быстро приготовится. И я сюда добавлю, когда это будет почти готово, сделаю с томатной пастой, вот такой добавлю, и будет у меня такая вот мат подливочка. Останется только сварить макароны и все это завтра смешать. И все, еда у меня готова. Сделаю помидоры с моцареллой. Салатик. Легко и просто добавлю эти специи сюда, будет вкусненько. лепешки. остались. Я их сейчас заверну в такую штуку, чтобы они совсем не стали деревянными, скажем так. и все. Будет у меня на завтрак еда вкусненькая. А кропчик тут достала тоже, кропчиком все посыплю. В общем, будет все в ажуре. Думаю, мясо какое-нибудь надо же туда. Или рыбу, либо креветки. Сейчас что-нибудь порось у себя там. В заморозке нашла вот такой у меня набор для супа и паэльи. Я немного добавлю тоже сюда. Я уже добавила кабачки. Поэтому будет такие вот макароны с морепродуктами. только с овощами как-то не очень, мне кажется. Вот эти белые это наверное такая рыба. Ой, твою мать, улетела. Улетела неизвестно куда. Сейчас надо забрать, а то потом вонять будет. Вот он прибежал. Меня Чарли поел. Я когда в заморозку лазаю, мне надо все постоянно вот это вот убрать. Это невкусно. Кино? Умбри? Вот. Так вот будет у нас листушка. Что тут осталось у нас? Что туда забахну? Что тут осталось будет? Видите, какой у меня пакет мусора? Это не пакет мусора, это мы нашли еще пакет знаете с каких времен, когда были праздники, когда-то нам на подарки однородственникам покупали, помните? И еще много было, и вот оттуда пакет. Я туда всю бумагу собрала, в общем, завтра надо выбросить. завтра только отварю макарошки и все. Вот такой соус у меня получился с морепродуктами, с овощами, уже вкусный. Наверное, я еще не попробовала и не буду сегодня пробовать, но сегодня у меня уже рот закрыт. выглядит очень аппетитно, пахнет тоже обалденно. Так вот. Буду с вами прощаться на такой вкусной ноте. Я сейчас поставлю себе чай, какой-нибудь с имбирем, наверное. А нет, у меня же есть транквилизатор нон стресс от стресса. Добавлю сюда мяты и будет у меня вкусняшка на ночь. Ну, ночи, время еще девяти нету. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока, до завтра.